Всем привет! Это Фак, и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! Grand Age Road! Сигел градостроительной стратегии Империум Романум. Продолжатель традиции легендарной серии игр Цезарь. Tom Clancy's and War. Проект без ретензий на революционность. В отличие от таких творений, как Dawn of War 2, он не собирается колебать основы РТС-жанрах. Сивиль. Это классическая юмористическая адвенчура, и все составляющие успеха у этой игры есть. Токеда 3. Разработка недалеко ушла от своих предшественников. Можно с полной уверенностью сказать, что это не современная игра. Главный герой этой игры явно не покажется вам скучным. Именно этого добивались создатели с самого начала работы над их новым проектом Сивил. Сразу скажем, что вас ждет достаточно интересный сюжет и местами оригинальный юмор. Оригинальность игры должна начинаться с ее создателей. Так посчитали разработчики. Когда они придумывали свое название, они устроили мозговой штурм, результатом которого стало желание делать фантастические вселенные и помещать их в коробки. Теперь эта студия известна как Boxer Dreams. Во-первых, за основу они взяли сюжет о противостоянии зла с еще большим злом и постарались максимально гиперболизировать эту идею. Вторая составляющая — личность главного героя Сивиля, который должен быть гвоздем игры и быстать во всем. При этом остальные персонажи также должны выделяться и стараться не меркнуть на его фоне. И, наконец, разработчики постарались сделать третий упор на... Как вы думаете, что? Конечно, на разнообразие в игровом процессе. Да кто бы сомневался, что у них получилось, вы узнаете совсем скоро. Игра поступила в продажу 27 февраля 2009 года. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ видео, а также 2 ГБ на жестком диске. На самом деле в игре не один главный герой, а целых три. Сивиль, Лили и Амбразиус. Основная изюминка игры в том, что управлять вам придется всеми тремя героями, сменяя их для выполнения определенной задачи. Головоломки будут связаны с инвентарем, диалогами и звуком. Некоторые из них ограничены по времени. Но для тех, кому лень напрягаться, а игру пройти хочется, предусмотрено увеличение выделенного времени в последующих попытках. И специальная функция, которая позволяет посмотреть все активные зоны экрана. Звучит и выглядит все это привычно, но играется легко и непринужденно. Иногда даже смешно, поэтому наша оценка игрового процесса 4 балла. Внешняя игра очень приятная. Правильнее сказать, такая симпатичная и аккуратная сказочка. Колоритные персонажи, неплохая, но не идеальная анимация, подробная проработка локаций. Все сделано с душой и радует глаз. Все вроде бы хорошо, но больше 4 баллов за внешний вид поставить никак не можно. Примерно на таком же уровне находится и звуковое сопровождение. Актеры, озвучивавшие персонажей, поработали хорошо, и слушать диалоги будет интересно. А музыка кажется простенькой, но на самом деле она очень мелодичная и обязательно вам понравится. Наша оценка звукового сопровождения также 4 балла. Все составляющие успеха у этой игры есть. Полностью проработанный сюжет, который подкреплен интересным игровым процессом. Все это обернуто в нарядную графическую обертку и сопровождается правильным звуковым рядом. Коробочка с этой игрой может стать мечтой любого фаната головоломок. А наша общая оценка игры 4 балла. Сивилл. Это классическая юмористическая адвенчура. Любители этого жанра порадуют проработанность игрового мира и местный юмор. Сложностей с прохождением игры возникнуть не должно. Однако письма с вопросами мы все равно получили. Именно на них мы сейчас и ответим. Первый вопрос. Помогите мне выбраться из первой комнаты. Что нужно сделать? Отвечаем. Вам нужно взять топор, который висит на стене около охранников. Для этого нужно воспользоваться скипетром. Этим топором вы отрубаете металлические шарики с красной веревки около трона. Возьмите веревку и совместите ее с топором. И используйте получившийся предмет на статуе. Охрана вас не выпустит. Поэтому придется развести толстого на хавщик и спокойно выбраться из зала. Следующий вопрос. Я никак не могу понять, что мне делать с поводом в самом начале игры. Помогите мне. Пожалуйста. Помогаем. Во-первых, нужно взять звонок и спрятаться в часы. Оттуда позвоните в звонок, чтобы вызвать повара. Когда он уйдет, пройдите на кухню. Затем используйте бутылку с маслом на пятне на полу. Когда вернется повар, наблюдайте за происходящим. Следующий вопрос. А как мне пройти звуковую головоломку с четырьмя камнями на стене за паладином? Отвечаем. Если вы нажмете на каждый камень, то заметите, что второй справа не издает никаких звуков. Нужно пройти в левую часть локации и мечом струбить часть талантита. Ставьте этот кусочек в голову, которая не издавала звуков. Далее нажимайте на голову слева направо в следующем порядке. Первая, третья, четвертая, третья и дверь откроется. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В Японии наступили тяжелые времена. Империя раскололась на 25 кланов и постепенно погружалась в хаос гражданской войны. Именно об этих событиях рассказывают разработчики из Magite Corporation в своей новой стратегии с громким названием «Токеда-3». Токеда, для тех, кто не знает, это фамилия японского военачальника, бытовавшего на Востоке пять веков назад. Сначала клан был невелик, но потом разрастался, и в итоге стал одним из самых значимых того времени. В военной истории он остался благодаря великолепной коннице. Кроме того, Дайме Токеда-Шенген был великолепным тактиком. За свою жизнь он провел более 70 битв, из которых проиграл всего три. Клан стал угасать только со смертью Шенгена. Нам же с вами, разработчики из Magite Corporation, предлагают либо продолжить эту историю, либо переписать ее на свой лад. Принцип формирования армии в Токеде чем-то даже близок к жизни, чем банальные системы штамповки войск в Сёгоне. У каждого генерала есть полк, состоящий минимум из одного батальона. У каждого из офицеров есть портрет, имя и набор личных характеристик. Именно из-за этих биографий на поле боя они ведут себя совершенно как живые. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 2,4 ГГц. 1 ГБ оперативный и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске Токеда 3 займет порядка 4 ГБ. Токеда 3 — это просто чуть-чуть доработанная Токеда 2. Даже если мы снарядимся микроскопом, чтобы как следует рассмотреть все изменения, то вряд ли заметим вне что-нибудь кардинально новое. В режиме глобальной карты мы должны развивать экономику на подвластных нам землях и накапливать боевой потенциал, в то время как столкновения армии происходят на локальных картах в режиме реального времени. Все это нам до боли знакомо. Но такая система пока еще способна заинтересовать любителей стратегий. И поэтому мы ставим положительную оценку за геймплей. Твердые 4 балла. Что до графики, то тут дела обстоят намного хуже. Модельки юнитов, карт, строений не выдерживают никакой критики. Возможно, конечно, что разработчики решили сделать упор на широкую аудиторию, но это нисколько их не оправдывает. Двойка за внешний вид. Звук в игре поддерживает атмосферу средневековой Японии. Выкринки самураев, звуки копий и луков. Все на более-менее приемлемом уровне. Но вся эта атмосфера ломается после часа, поведенного за игрой. Тройка за звук. Что в итоге? Игра образца 2006 года. Геймплей ничем новым не удивил. Графика перекочевала из второй части. Звук способен порадовать японскими мотивами, но ненадолго. На что надеялись разработчики? Ответ прост. На классический, проверенный временем понятный геймплей. А трясущийся от страха тройки под натиском современных игр, Токеда 3 не спасается. Жаль, но правда такова. Токеда 3 недалеко ушла от своих предшественников. Можно с полной уверенностью сказать, что это не современная игра. Модельки юнитов явно создавали при помощи топора, а поля сражений постоянно давят своей малой масштабностью. Такое ощущение, что эта игрушка опоздалась релизом лет так на 5-6. Друзья, чтобы вы не запутались в этом обилии пикселей, мы ответим на ваши вопросы по прохождению. Вопрос. Помогите мне. Не могу понять, что делать со своей армией. На определенном этапе игры мое войско отказывается сражаться с враждебным кланом. Что мне делать? Отвечаем. Развивай дипломатические отношения. Сотрудничество с другими кланами — главное, на что должен обращать внимание игрок в Токеда 3. Следующий вопрос. Мне не удается заключить мирный договор с соседними землями. Как быть? Отвечаем. В игре возможно заключить брак между особами королевских кораблей. Скорее всего, это вам поможет. Следующий вопрос. Перед началом битвы выскакивает окно с распределением батальонов. Я расставил офицеров на позиции. Но схватка так и не начинается. Что делать? Отвечаем. Есть несколько вариантов решения этой задачи. Вариант первый. Ваши подчиненные недостаточно прокачаны для принятия боя. Вам потребуются апгрейды. Вариант второй. Перед началом схватки вы неправильно распределили силу армии. И поэтому офицеры отказываются сражаться. Исправьте эти неточности. Смотрите далее. Tom Clancy's End War. Проект без ретензий на революционность. В отличие от таких творений, как Dawn of War 2, он не собирается колебать основы RTS-жанра. Сигвел градостроительной стратегии Imperium Romanum. Продолжайте традиции легендарной серии игр Цезарь. Субтитры предоставлены RTS-жанра. Градостроительной стратегии Imperium Romanum. Продолжайте традиции легендарной серии игр Цезарь. Tom Clancy's End War. Проект без ретензий на революционность. В отличие от таких творений, как Dawn of War 2, он не собирается колебать основы RTS-жанра. В специфическом поджанре градостроительный симулятор про Древний Рим пару лет назад случилась рокировка. И его главный и единственный столб, серия Цезарь, четвертой части окончательно увяло. А вот студия Hemimond Games вовремя подсуетилась со своей Imperium Romanum и сделала тот же самый Цезарь, только в два раза красивей и разнообразней. Из всех претендентов на звание нового Цезаря, Imperium Romanum единственное дослушалось до полноценного сиквела. Продолжение называется Grand Age Rome. И, судя по всему, разработчики возлагают на него большие надежды. Структура осталась прежней. Градостроительный симулятор с резкими сражениями и большим вниманием к социальной сфере. Главное нововведение – жители теперь делятся на четыре касты – плебеев, патрициев, рабов и эквитов. Последние – это всадники, привилегированное сословие Рима. Плебеи – самая главная и самая многочисленная социальная прослойка. Они нужны для строительства зданий. Кстати, имеется более 60 типов построек. Эквитов можно нанимать как военных, но они также помогают возводить постройки быстрее. Патриции – наивысший класс жителей. Занимают руководящие должности, то есть их нужно селить в производственных зданиях, чтобы те функционировали. Самая немногочисленная, но самая полезная каста – рабы. Они работают за десятерых, без лишних разговоров. Изначально их количество ограничено, но рабов можно покупать в других городах или просто захватывать. Все римляне теперь разделены на пять династий, каждая из которых имеет свои привилегии. Одной лучше всего дается научная сфера, другая – быстрее добывает ресурсы. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 ГБ видеопамяти. На жестком диске Grand Edge Chrome займет 4,5 ГБ. Компания Grand Edge состоит из 40 миссий, при этом она нелинейна. Например, когда Цезарь перейдет Рубикон, заранее останется выбором – остаться на его стороне или примкнуть к Сенату. Главная цель игры – стать губернатором Рима, выполняя задания различных исторических персон. География довольно богатая. В программу входит не только Италия, но также Германия, Греция, Африка и Великобритания. Пятерка за геймплей. Внешне игра очень похожа на империум романа. В Grand Edge Rome были доработаны погодные условия, смена времени суток и освещение. Совсем не изменилось меню. В целом графика заслуживает 4 балла. Звуковое оформление игры не вызывает никаких нареканий. Фоновые композиции прекрасно создают атмосферу жизни древнего города. Пятерка за звук. Grand Edge Rome – хорошая градостроительная стратегия над империум романом отличить ее довольно сложно. Так что если вы не успели поиграть в первый проект студии, посвященный древнему Риму, то Grand Edge Rome станет для вас отличным выбором. Пятерку получает сегодня градостроительная стратегия Grand Edge Rome. Смена названия, кстати, произошла не просто так. Запланирована целая серия тематических стратегий под общим заголовком Grand Ages. Какие именно древние мегаполисы в планах у разработчиков, увы, пока неизвестно. Но важно другое. Кто-то наконец-то серьезно взялся за градостроительный жанр. Прямо сейчас вас ждут ответы на вопросы по игре Grand Edge Rome. Вопрос. Я повышаю налоги, а денег в казне все равно очень мало. Что мне делать? Отвечаем. Налоги далеко не единственный способ пополнить городскую казну. Более того, в некоторых миссиях вообще можно обойтись без них. Помимо классических способов заработать торговлей, добычи золота или войной, есть и более интересная альтернатива – религиозная. Строя храмы, вы тем самым поднимаете процент верующих, которые всегда готовы оставить в качестве пожертвования лишний динар. Чтобы охватить большую аудиторию, можно строить монастыри разных типов. Вопрос. А можно как-нибудь прокачать мои постройки, чтобы они приносили больше пользы? Отмечаем. Конечно, можно. Здания в Гранд Эдж Сроум имеют несколько режимов, каждый из которых требует определенного типа рабочих. То есть продукция, скажем, фермы, зависит от того, кто на ней трудится – рабы или плебеи. Так что вам нужно просто грамотно распределять работников в зависимости от того, какая продукция для вас самая необходимая. По сценарию Тома Клэнси Третья мировая разразится в 2020 году. И участвовать в ней будут три сверхдержавы – США, Россия и Объединенная Европа. Именно этому конфликту и посвящена новая игра шанхайского подразделения Ubisoft – тактическая стратегия End War. Этот жанр весьма необычен для игр Тома Клэнси. Тем интереснее будет посмотреть, что получилось. По сюжету Том Клэнси с End War в 2016 году в Саудовской Аравии произойдет террористический акт с использованием ядерного оружия, в результате чего погибнут 6 миллионов человек, и большая часть нефтяных запасов на Ближнем Востоке будет уничтожена. Цена на энергоносители моментально подскочит, основным поставщиком нефти и природного газа становится Россия. Свои сверхприбыли родина-мать тратит на армию и новейшее вооружение. Чуть позже США, Россия и Объединенная Европа создадут по всей планете сеть антибаллистических комплексов, и весь мир будет праздновать окончание ядерной угрозы. Но период мира и спокойствия будет длиться недолго. В 2020 году США заканчивают строительство своей боевой космической платформы, но запуск ракетоносителя с финальным блоком станций на борту оказывается саботирован Объединенной Европой. У США появляется повод для объявления войны Европе. Россия, преследуя собственные империалистические интересы, также вступает в конфликт. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 768 ГБ видеопамяти и 7 ГБ на Минчестере. Игровой процесс Tom Clancy's End War поначалу сильно напоминает World in Conflict. Однако при близком рассмотрении оказывается, что эти игры разительно отличаются. Во-первых, в End War есть глобальная карта, и вы сами выбираете, где и с кем воевать. Во-вторых, после того, как определитесь с Альтер Эго, вам выгодит батальон, которым вы будете рулить на протяжении всей игры. И в-третьих, это, конечно же, инновационная система управления войсками с помощью голоса. Вы просто отдаете команду в микрофон, и ваши войска выполняют приказы. Наша оценка геймплея 5 баллов. За графическую часть End War отвечает мешок Unreal Engine 3. Конечно, нарекания в детализации на раз возникают, но это слегка и компенсируется громадными и разнообразными локациями. С особенной любовью отделана столица сверхдержав. А то, что происходит с камерой при взрыве ядерной бомбы, вообще не передать словами. Наша оценка графического оформления End War 5 баллов. Саундтрек End War придется по вкусу в первую очередь поклонникам тяжелой музыки. Предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры, а наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. Том Фрэнсис Энд Вор проект без претензий на революционность. В отличие от таких творений, как давно в Вор 2, он не собирается колебать основы РТС-жанра. Перед нами добротно сделанная тактическая стратегия, в которой игрок не отвлекается на добычу ресурсов и экономическое планирование, а занимается исключительно военным ремеслом. Наша общая оценка End War 5 баллов. Том Фрэнсис Энд Вор проповедует ту же концепцию глобальной вселенной, которую недавно анонсировала Ubisoft. К примеру, пехотинцы США сильно смахивают на подразделения Гострекон, а в списке европейских генералов мелькают имена бойцов из Rainbow Six. А теперь переходим к нашим ответам на ваши вопросы по игре Том Фрэнсис Энд Вор. Первый вопрос. На что влияет выбор командира в начале игры? Отвечаем. У каждого из героев есть свои сильные стороны. Один хорошо командует артиллерией, другой отдает предпочтение батолетам. Третий делает упор исключительно на пехоту. Соответственно, при развитии батальона имеет смысл вкладывать деньги именно в те подразделения, которые в вашем батальоне являются ключевыми. Следующий вопрос. Я играю за Россию и не могу победить в третьей фазе штурма Вашингтона. Через 10 минут после начала миссии враг сжигает половину моих войск-сорбиты. Оставшихся добивать подкрепления, пребывающие в немедленных количествах. Что делать? Отвечаем. В этой миссии вам не обязательно проносить все войска противника. Это попросту нереально, даже при использовании ядерной бомбы. Главное – добраться до точки Альфа и захватить ее. Поступайте следующим образом. Первым делом с помощью вертолетов уничтожьте артиллерию противника. Не беда, если вертушки при этом погибнут. Затем, используя свои дальнобойные орудия, расчищайте центральную площадку перед Альфой. На укрепления по флангам не обращайте внимания. По расчищенному пути пускайте пехоту. Лучше сразу подразделение 2 или 3. Даже если доберется только одно, его будет достаточно для захвата капитуля. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Факт. Совсем скоро мы снова увидимся. Не забывайте заходить в форум на сайте musdfistv.ru. Там можно обсудить ваши любимые игры с другими геймерами. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdfistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!